В настоящее время там сменился конкурсный управляющий, соответственно, он сейчас ведет инвентаризацию имущества документов. По окончании будет уже дальнейшее развитие событий. А коллектив, там числится зарплата, они какую-то получают? Сейчас с назначением конкурсного управляющего появилась возможность снова распоряжаться, соответственно, финансовыми средствами, поэтому сейчас есть возможность выплачивать зарплата. Насколько я знаю, что на заводе рынка это хозяйственные субъекты, насколько я знаю, что арбитражный суд определил конкурсного управляющего, сейчас проходит анализ инвентаризации, потому что там есть собственность разных субъектов. Надеюсь, что она разрешится в ближайшее время, но самое, что беспокоит, если честно, это, конечно, отсутствие работы и отсутствие зарплаты людей. Но все сейчас будет зависеть от того, что происходит. Но депутаты, вот вы говорили, что для вас это как бы вопрос важный, депутаты как-то следят за ситуацией? Я вам уже сказал, что мы следим, мы только следим за тем, как все происходит. Мы же не можем повлиять на решение судей этого конкурса управляющего, не этого конкурса управляющего. Здесь, если бы это касалось государственной собственности, да, то здесь, наверное, было бы проще. Но здесь, как говорят, два субъекта, два ходящих субъекта, это коммерческая спорта. У нас по закону их разрешает арбитражный суд. Да, конечно, мы беспокоимся, да, конечно, встречаемся с людьми, пытаемся объяснить ситуацию, если, допустим, не доводят досвиденные. Но сейчас ситуация такая. А с кем встречались в последние? По крайней мере, мы, насколько я знаю, там есть люди, которые занимаются, в том числе, производством, кто сообщались с министерством, с промышленностью. По крайней мере, вот, насколько возможно, мы информируем. Насколько возможно. Спасибо.